Всем привет! Сегодня у нас будет косметическое видео. Как видите, я их там чередую. Косметика, уход. Но сегодня второй раз подряд будет декоративная косметика. Я вам сегодня расскажу о трех тональных средствах, основ таких, которыми я пользуюсь летом. Одно разочарование, что-то новенькое, старенькое. Давайте начнем с того, что у меня давно я вам показывала в покупках. Доктор Джарт. Вообще это популярная косметика и сам крем популярный. Давайте это все показывать не буду, оттенок, потому что я вам раньше говорила, это темный, такой чисто корейский, землянистый оттенок. Их там есть всего парочка оттенков. Если он здесь в Турции и в Европе, он желтый. А есть еще более холодный, светлый, который мне бы пошел, конечно, больше. Мне подходят холодные оттенки, не желтые, а может быть розовые, либо вообще землянистые такие. Корейская косметика оттенками в этом плане мне очень подходит, но не этот доктор Джарт. Вот. Это средство однозначно для сухой кожи, склонной сухости, не для жирной или в Т-зоне жирнистой, скомбинированной, как у меня. Он очень много, его надо очень хорошо припудривать. Но я все равно допользуюсь, но уже, у меня до этого один был, и вот этот второй, и третий раз я уже точно не куплю, никогда к нему не вернусь. Есть другие альтернативы, я хочу все-таки попробовать Атербориан Сисикрен. До него все-таки дойду, гадайте, уже использую, на следующий, наверное, сезон летний все-таки приобрету, просто покупать еще один для того, чтобы было, ну, как бы, камон. Средство, тем более, ну, такие жидкие, они, сухая текстура, поэтому, ну, чтобы пропадало, лежало, тухло, окислялось и так далее, я не хочу. Так что, это средство крутое, классное для девочек со смуглой кожей или загоревшей, с сухим типом кожи. Вам очень понравится, SPF крутой, 45. У него очень хороший состав и средства в нем внутри, знаете, вот эти всякие там, сыворотки, траля-ля, кремики, витаминки, вся прочая, хорошая состав, это можно покупать. Но, вообще, девочки, даже не задумайтесь, как я, у кого комби кожа или жирная, что вообще о покупке этого средства не задумывайте. Это It Cosmetics Your Skin But Better Oil Free Mat, видите, он такой в серебряном у меня раньше был для сухой кожи. Это в зеленом, в зеленой упаковке, этот матовый эффект для жирной кожи. Почему я выбираю It Cosmetics? Потому что у них SPF физический и это самый лучший безопасный вариант для кожи. У меня цвет Fairlight, вот на сейчас, да, я уже могу немножко чуть-чуть подзагорело солнышком, лучше оно идет. Но, честно, можно брать Light более светлый на зиму, если вам нужно. Берите, покупайте сразу Light оттенок, потому что темновато еще и окисляется. Сейчас более-менее летом можно использовать Fairlight. Мне будет, я думаю, нормален. Сыворотка антивозрастная, питание, еще, короче, супер формула у него. Ну, что ж, на упаковке написано. Неплохое средство, что плюс, заметьте, помпа. И здесь тоже помпа. Это очень удобно, кайфово, ничего не марается, пока ты это разночный там выдавил, парочку кисточкой разнес, а все. Не полосит за кисточкой, в чем, кстати, в таких жидких текстурах не часто бывает. Вот этот вариант для матового, я бы не сказала, что матовый эффект, он тоже никакой не матовый. Тем более, плюс еще на солнце. SPF реально работает, кожа не обгорает. У меня лоб, например, у меня всегда сразу, видите, он даже потемнее здесь, потому что солнышко припекает сверху. Я еще как-то шляпу не носила, еще у нас рановато. А я пользуюсь кислотами, поэтому у меня всегда тональные на лето с SPF хорошими. Либо просто SPF крем. Кстати, посоветуйте SPF, какой-нибудь хороший крем на лето, как солнцезащитный, на пляж, на улицу, без тонального эффекта. Я вот сейчас рассматриваю для покупки. Для уже комбинированной кожи склонной к жирности неплохо, я бы сказала, но не суперкруто. Мне все девочки хвалят очень сильно для такой кожи жирной, это Herborean. Вот куплю когда, сравню, скажу, что лучше. Но из всего, что есть, неплохое средство. Напомню, цвет у меня Fairlight, можно покупать просто Light. Посветлее, короче, выбирать. Он вроде в таблице третье идет, там еще посветлее, еще белый есть. Но белый там реально прям белый. И последнее средство, которое разочарованием оказалось, мой любимый тональный крем Artvisage. 201 у меня номер, он вообще, ну вообще землянисто-серый. Он подходит далеко не всем этот оттенок, но я не знаю, что случилось. То есть, возможно, я раньше не обращала на это внимания, но мне кажется, не могло так быть. Изменился состав этого крема. Как я вообще заметила, что-то неладное, да. И начала его разносить кисточкой, он прекрасно разносится, накладывается. Неплохая у него средняя степень покрытия кожи, изъянов каких-то. Короче, супер, слазит очень хорошо с кожи, ходит с кожи. Особо он не марает одежду. Припудрила и вообще, он, знаете, сливается очень сильно с кожей, закрывая изъяны, не смотрится никакой маской. Ну, короче, круто. Да, очень со временем, когда немножко эти кожи начинают ссалиться через парочку часов, он вообще очень, и даже с пудрой, органично так выглядит. Кажется, что твоя кожа, эффект крутой. Ты знаешь, что у тебя паспетональный есть, но эффект такой, что твоя кожа, ну, гораздо лучше какой-то, ну, короче, классно. Эффект хороший. Я это средство никогда не куплю, и вам не посоветую его приобретать для тех, особенно, кого 30+, или там 28-27 лет. Здесь дофига спирта, ужаснейший состав. Ой, вода, потом кситан, ксилил, метахилокамин, ПЭК-12, диметикон, и пошло-поехало там. Там просто вся таблица Менделева. Конечно, он стоит 3 копейки, я знаю, но я его покупала год назад, он еще быстро зарасходовался, потому что здесь не такая уж большая упаковка, здесь сколько, господи, миллилитров-то. Тут мало, кстати. У меня такие, там, знаете, бывают, как их звать-то, консилеры такой упаковки. Где-то 20, где-то миллилитров, может быть, здесь. В общем, очень-очень, да, 25 миллилитров. У срок годности хорош, это 22-го года. Как я узнала, что здесь плохой состав? Раньше-то я же пенек, я, собственно, состав, знаете, не шарю, и поэтому не особо там на их изучение даю упор какой-то, да, не изучаю, там, с лупой перед покупкой. Ну, купила, купила, стоит 3 копейки, он мне очень нравился, оттенок потрясающий. Здесь формула у меня увлажняющим комплексом витамином Е, тональный крем устойчивый. Есть еще, короче, у них вариант для жирной кожи, для сухой, разницы никакой особо нет. Вот, я, короче, наношу этот крем, буквально купила, первый раз ничего не поняла, думаю, что-то он какой-то слабо пигментированный стал, не очень так круто ложится, как раньше. Второй раз я его наношу, и, знаете, автоматически, как иногда бывает, я кисточкой нанесла по лицу средство тональное, и зашла вот сюда навек, где вот под бровью чуть-чуть чисто, вот что остатки на кисти смахнуть, чуть-чуть подтонировать, потому что консилером я в нем вообще практически никогда не пользуюсь, потому что у меня как бы темных кругов особо нет, вот этой пигментации на глазах, короче, ничего замазывать мне, да. И я просто автоматически такая тын-тын, просто поворачиваюсь, секунд тридцать, у меня начинает жечь глаза до такой степени, что у меня текут слезы. Я понимаю, что у меня в носу стоит такой аромат не алкоголя, а вот химозный какой-то, знаете, какого-то растворителя для стекол, я не знаю, мыть, а еще что-то. В общем, какое-то алкоголесодержащее химическое средство. Я пытаюсь прихнуть, думаю, откуда этот запах, что мне в глаза такое дало, что я плачу. Я бы подумала, такой эффект бывает иногда от туши. Вот у туши новой какой-нибудь, которую ты еще не знаешь, у тебя типа аллергия на нее может быть, да, то есть слезы текут, жжение какое-то от туши. Вот такое же средство, это значит алкоголь в туши попал. Не знаю, как он туда может попасть, но это на алкоголь реакция. Я такая думаю, тушь, это как раз, а тушь-то у меня старая, не может быть эта тушь. Я такая раз смотрю, что я красила с чем, что у меня новое, и я понимаю, что это, блин, вот этот тональный крем, и все, единственное, что новое на меня сегодня попало. Я так, это быстро прошло, секунду 15, даже слезы потеплеют. Но это такой, вы знаете, аромат как надо. Я призадумалась, в следующий раз я наношу, глаза не трогаю, ничего не ощущаю от этого испарения, ни запаха, ничего. В другой раз я опять наношу, глаза, 100% это оно. Но если это попадает, а я говорила вам раньше, у меня трудно подобрать средства заследования макияжа, косметики с глаз, потому что у меня глаза такие чувствительные. Здесь кожу потолще не чувствую, там все, что здесь века, пожалуйста, сразу реакцию, ничего не покраснело. Но вот этот аромат тут же в нос дает алкоголь, хотя так он не чувствуется особо. Просто обычная косметическая душка. И сразу начинается слезоотделение. У меня просто текут слезы, потому что тупо горят глаза, ощущение даже жжение, вот это испарение алкоголя на веки, вот здесь кожа. Я его использую в крайних... Я думаю, у меня сваляется, в итоге стухнет, я его выкину. Крайне редко я им пользуюсь, потому что здесь СПФа нет, алкоголь на кожу. Я больше скажу, что это не подтверждено. Я еще тестирование на себе не проводила, но у меня есть подозрение, что он вызывает аллергические реакции. У меня здесь были высыпания. Точнее, у меня подбородок, это всегда высыпание, аллергию показывает на что-то, да, в питании, там, я не знаю, в косметике или еще. У меня высыпание на нижнюю часть лица сразу. Любой момент, у меня здесь проявляется любая аллергия. Я-то думала последние два года про маски, ну полтора, окей. Ну год, что мы маски носим, на маске. Это, оказывается, более аллергический момент, тоже с масками связан, но одна и та же зона страдает. Это аллергия. Надо все-таки, я думаю, сходить на аллерген, сдать тесты, посмотреть, что у меня вообще происходит в плане аллергии. Я вообще не аллергичный человек, у меня никаких на косметику никогда проявлений вообще не бывает. Так вот, короче, я поняла, что в дни, когда я буквально на пальцах вот пересчитать 4-5 раз им пользовалась, и в тем дни, если я еще одевала маску по какой-то случайности, там, на маленький вообще срок чистый, там, из дома выйти, там, в магазин купить и домой прийти, не шарить нигде лишний раз, у меня были высыпания аллергические на вечер, когда я снимала косметику, я это видела. Так что вполне возможно... Ну, неудивительно, состав там капец вообще, что он может вызывать реакции, там, столько алкоголя. Это само собой. Плюс почему я вам не советую, состав просто ужаснейшее, просто говно, потому что вы эту всю алкоголь, всю химию на лицо свое наносите, она испаряется, сушает вашу кожу. Все, что вы себе кремики мажете, масочки делаете, сыворотки и так далее, ухаживаете, все коту под хвост, зря потраченные деньги, потому что вот это агрессивное средство со своим агрессивным составом, алкоголем, там, и с этими всеми ешками, и вот там ужас вообще, какой состав. Оно у вас тут же в один момент все это вытягивает, то есть все, что вы потратили коту под хвост деньги, это все летит никуда, в воздух. Все ваши труды и время потрачено, я даже по коже свою, по ее состоянию, а если этим регулярно пользоваться, это обезвожит кожу, это аллергические реакции, ну, просто, короче, кошмар, алкоголь в тональных средствах кожи, не, нельзя, не, 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 нет, 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 нет. Ах, девочки, вот знаете, что я скажу, до этого видео о декоративе у меня на люкс-визаж было разочарование, тройка вот эта для контурирования, она стала дуб, и так я и не смогла, девочки, кстати, ее разработать, растрясти, размазать, она такая дубовая есть, это они по-любасу сделали сильную прессовку или вообще поменяли формулу, что вот это стало. Знаете, это были прям такие столбы, я особо косметикой такой, как назвать, там, не эконом-вариант, ну, такой бюджетный, да, недорогой, мало пользуюсь, ну, потому что я считаю, что пользуя, ну, ты еще раз так говорила, находя в поисках дешевой косметики, хорошей, ты дофига покупаешь ненужного, оно оказывается плохим, и ты в итоге тратишь деньги такие же, знаете, все поиски, как ты купил хорошее, надежное, одно люксовое средство, вот, и не тратил время зря. И вот эти вот столбы просто, у меня вообще ничего не осталось такого бюджетного, что мне нравилось. Это все встали разочарования, как-то изменилось, составы изменились, средства, короче, подводят. Ну, в общем, не советую, но все равно я заказ сделала, попозже мне потом придет из России, я все-таки попробовала бюджетные карандаши для губ, потому что карандаши для бровей хорошие, у меня, помните, я вам показывала, для губ я тоже попробовала, придут для глаз, там посмотрим, сухие, не сухие, что-то интересненькое там еще будет. Так что на этом не все. Пишите ваши комментарии, как вы относитесь к этим средствам, вот, из всего, что у меня сейчас есть, на это лето я буду пользоваться всегда регулярно вот этим, и чтобы израсходовать, там, через раз вот этим, чтобы оно заканчивалось, потому что здесь миллилитра, 40, здесь 40 миллилитров, дофига средства, ну, это все, до свидания, это, скорее всего, мусорка, это я выкину, это никому вообще не рекомендую, это опасно для здоровья вашей кожи. Пишите комментарии, я под видео всегда в инфобоксе оставляю свою почту, если нужно как-то пообщаться, задавайте вопросы, какие рекомендации будут в следующем видео, о чем вы хотите посмотреть, у меня там на затравочке тени Визиарт, затем у меня набор масок от линии Фрэш косметики, она мне еще нравится, я думаю, все-таки, там еще и уход, и отщение можно отдельно поснимать видео, у меня там есть средства для этого, так что пишите в комментариях, чтобы вам было интересно посмотреть. Скоро увидимся, всем пока!